Если такая книга у тебя есть, и ты её читаешь, исполняешь, у тебя дела будут вверх идти. А если не знаешь закон Божий, дела вниз пойдут. Есть, покажи. Так я на работе сейчас. А, вон как. Ну ладно. На работе. Понятно, понятно. Вы вопрос можете простой ответить? Для чего человек живёт на земле? А, ещё раз. Какая главная цель жизни на земле? Для чего человек живёт? Оставить потомство. Потомство. Вот здесь все и находятся, оставляют потомство. Одни мусульмане собрались, потомство оставляют по 40 жён. Да зачем оно потомство, так это все дети матершиники, сквернословые блудники. Дикое потомство. А ты для чего живёшь на свете? А вот теперь слушай внимательно. Давай сюда. Самое развратное, самое гнусное всё собралось в рулетке. Для этого мы показываем им, что есть живой Бог и Его Слово. И согласно этому Слово люди в огне будут гореть после смерти. Мы пришли рассказать о великой радости, что Иисус Христос умер за грехи людей. И зовёт к покаянию, чтобы люди поверили в Бога, жили по заповедям, любили друг друга. Вот для чего мы здесь. Мы врачи, пришли их больным. Не в этой развратной рулетке из сали греха. Тут половина мужиков голые валяются. Кого тут искать-то? Вы сами подумайте. Он кроме как жеребец... Он как жеребец неизвестный. Мы же вас нашли. Вам слышно, нет? Иисус Христос воскрес воистину воскрес. Да, вы это знаете. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям великую радость, что на землю сходил Сын Божий и умер за грехи людей Христос распятый и воскрес для нашего оправдания. И он зовет к себе, покайтесь и веруйте в Евангелие. Если есть вопросы, вы можете задать. Мое право не верить в это. Правильно. Но только написано так. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. В Коране также написано? В общем, наказание – да. Да. Если вы Коран хорошо знаете где, то нужно прочитать Пятую Суру, 47-й и 66-й аят. Вот такая книга у них есть. Очень хороший перевод. Пятая Сура, 47-й и 66-й аят. Там говорится, что мы называемся люди Писания. А когда говорил, кто написал у них эту книгу, Писания никакого не было. 6-й век. Их предводитель умер в 632 году. Писанием называлась только Библия. И они нас, христиан, до свидания. Ну да же. В рулетке встретить ни пьяного, ни голову, да с крестиком – это чего-то стоит. Ну да. Ну да. Так. Если у вас есть духовные вопросы о жизни, о вечности, о спасении души, вы можете задать. Я проповедник, могу ответить. А где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин, Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Самом Барнаул, да? Да. Мы строим православную деревню. И всюду возвещаем, что Иисус Христос родился, страдал на кресте и умер за нас, за всех. И дарует прощание всем, кто приходит с покаянием. И чтобы дальше жить по Христовым заповедям. Батюшка. Да. А вы в соцсетях есть у вас социальные сети? Так, конечно, есть. У нас у меня есть Ютуб. А можете отправить в Субботу? Ютуб называется «Канал во свете Библии». Канал во свете Библии Игнатий Лапкин. А в соцсетях найти вас где можно? Вот сейчас. Ну, в Ютубе можно найти. А если Игнатий Лапкин по скайпу, то я один с этой фамилией. Там меня найдете сразу. Скайп. А как фамилия ваша? Игнатий Лапкин. Вы напишите на меня здесь внизу. Я посмотрю, правильно или нет. Напечатайте. Игнатий Лапкин. Ой, какие превосходные у вас там помощники. Игнатий Лапкин. И во свете Библии добавите канал, и сразу выйдите на наш канал. Канал очень большой. 17800 роликов. Правильно, нет? Нет. Игнатий. Игнатий. Т-И-И кратко. Вместо Д. Ага. Игнатий Лапкин. Лапкин. Спасибо. Так, запишите себе. Да, вы найдете нас в скайпе. Сейчас, не переключайтесь. Вот так. Вам было очень интересно, потому что вот мы строим православную деревню, где все не лгут, не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Я начальник детского лагеря был 45 лет и 3, 48 лет. Поэтому ребятишки ваши, это мои клиенты. У нас ни одного заболевания не было за 45 лет, за 48. Отец-батюшка. А? А у вас рога лосины есть? Раньше делали вешалки такие. У нас община есть. Вы все найдете там. У меня брат священник. И у нас с тарелкой не ходят. У нас крещение и прочее, все бесплатно делается. Мы пришли сюда возвестить великую радость всем людям, что на землю сходил Сын Божий Иисус Христос, страдал, умер и воскрес. Вы только не курите, когда мы разговариваем, пожалуйста. Извините, я уже курил. Так, вам трудно бросить на момент, пока говорим, не курить? Да, давай. А потом вы уже будете отравлять себя. Так, мы верующие православные христиане. Православные. Я вас понял. Мы свидетельствуем людям, что так жить нельзя. Вот в Содом и Гаморру устроили из этой щадру летки. Да, согласен. Здесь полный беспредел творится. А специально для этого она сделана была. И вы знаете, кто его изобрел? Нет, я без понятия. Мне это не интересно. Мальчик, пятнадцатилетний, двоечник. Он говорит, одни двойки. Говорит, я стал думать, как дальше быть-то. А что-то получилось даже. Да, а правителям это нравится. Пускай развратничают, но чтоб только на Майдан не выходили. Мне Майдан очень далеко, поэтому не без границы. Вот мы православные, мы строим православную деревню. Где надо доказать, что ты не лжешь, не пьешь, не куришь, не материшься, не воруешь. А зачем деревня? Зачем что? Зачем деревня? Деревня зачем? Так без деревни нас бы с вами не было. Чего бы мы ели-то? Тридцать одна тысяча деревень исчезли. Нас на колени ставить не надо, мы уже давно стоим. Но, тем не менее, есть же сельхоз, где коровы, свиньки. Тот самый пасутся. Зачем деревня? Деревня? Она кормит город. Тридцать одна тысяча селений исчезли, я говорю. До Байкала китайцы уже все заселили. Не завтра, а сегодня. Сельхоз, зачем деревня? Есть же сельхозы. Без деревни жить я-то нету, есть-то нечего будет. Ни хлеба, ни масла. А вы думаете, что только вы кормите? Ну, а-то немало приходит от этого. Вот у меня... Немало, согласен, но есть же еще заботы. Ну, хорошо. Вот у меня знакомый рядом живет он. У него шесть тысяч семьсот гектаров. Как думаете, кормит он, нет? Я думаю, да, кормит. Кормит. Пшеница? Чуть-чуть. Ячмень, овес, подсолнухи, свекла. Я даже хочу поблагодарить его. Ячмень, овес. Данный ячмень. А вы знаете, нигде так нету в интернете, чтобы пили все время. Все сто процентов почти пьют. А почему пьют? А потому что сюда трезвые не заходят. А-то один ответ. А другой ответ? А другой я не знаю. А другой такой. Вода заливает что-то. Блудный огонь заливает. Раз. А второй гиенский огонь, который за эти дела, Господь обещает, будете в огнем учиться. Вот я вел занятия в пяти университетах. И у меня пара часов. Я ни разу за 18 лет не позволил стакан поставить на кафедру. Зачем? А мне 81-й год. Вы знаете, мы с вами очень разного мировоззрения. Мы очень отличаемся. Да. У вас свои понятия, у меня свои понятия. Но ведь вы совсем понимаете, что смерть – это ненормально, что люди умирают. Это нормально, это абсолютно нормальное явление. Это происходит... А чем это доказать? Около пяти тысяч лет уже происходит, да? Что? Смерть происходит с нами на протяжении практически пяти тысяч лет. Нет. Нет. От Адама до нас семь тысяч пятьсот двадцать семь лет. Ну, ладно, я уж не буду с вами спорить на эту тему, но тем не менее... Так вот, а через Адама смерть вошла во всех человеков. Из-за этого его прегрешения умерло уже больше ста миллиардов людей. Это неестественно. А Христос умер. Веруя в Него, мы получаем прощение и жизнь вечную во Христе после смерти. И что вы думаете, что станет с человеком после смерти? Ну, в настоящий момент, на сегодня, на земном шаре насчитывается семь с половиной миллиардов людей. Ну, там, туда-сюда. Из них два миллиарда двести миллионов христиан, два миллиарда мусульман и почти два миллиарда буддистов. Нет, я спрошу вас маленько о другом, но этот самый, что вообще произойдет после смерти? Ваше физическое тело останется гнить в гробу в каком-то земле. А что дальше произойдет? Кажется, это уже... Дальше жизнь вечная. Как это? Это вот совсем даже неразумно. Живу я... Да чего? Вот щасовщик сделал... Так, подождите маленько, не курите, пожалуйста. Верно, верно, верно. Так, если вот человек сделал и изобрел, он не для того, чтобы ногой топнуть, а раздавить. Из человека Бог сотворил совершеннейшее творение. И у него и совесть, и разум, и речь. Все. И для чего? Для могилы, для червей? Для могилы удовольствия. Нет. Я еще раз говорю, в мире, которые не верят в Бога, там даже другие оппозиционеры, 8,5% всего только, но на них падает 99,9% всех преступлений мира. Потому что сдерживающего начала нету. Нету, поэтому... Знаете, на всех повлиять вы не сможете. А то, что вы говорите, да, возможно, это и хорошо, что вы такое говорите, такое преподносите. Наставляете людей на путь правильный. Но не все готовы пойти на этот правильный путь. А может, он и неправильный, а может, правильный. Кто его знает? Ну, заметьте, мне 81-й год. Я могу обернуться назад и посмотреть. 23 года мне, когда я вернулся из армии, а в то время служили нас во флоте 4 года. Я с детства научен матери, что Бог есть, ваш страшный суд будет. И она по-своему говорила, Евангелия не было, что нельзя танцевать, нельзя в пионеры заходить, пить, курить, воровать, материться и с женщинами дело иметь. Пока не... И вы в это поверили? Я поверил в это. Я с двух лет, наверное, верующий. Но дальше я не иду. Я в армии изучаю языки, самостоятельно изучил, проповедую по-немецки, английски, французски. Мне Бог дал знания. Все политические системы мира, а внутри пустота. Учусь, добиваясь разрешения, высшее мереходное училище, сдать три курса за год. По выбору комиссии на одном из иностранных языков, с выходом за границу, а в душе пустота. Это все обладаетно, конечно. Но смотрите, пожалуйста. Если, например, нам нельзя, например, спать с женщинами, что-то при любое деяние... Пока не женишься, пока ты не будешь повенчан. Ну, блин, не вся наша жизнь состоит из страдания. Должно быть хоть какое-то удовольствие. Только я попрошу вас, держите, чтобы ни одного ругательного слова не было. У нас хороший разговор. Я так подвиживаюсь. Да. Вот если бы я был неверующий, ничего бы не было. Я 57 лет иду. За это время, что мы восстанавливаем деревню православную. Не пить, не курить. Это одна деревня на всю страну. Я начальник детского лагеря. Православный лагерь. Без помощи государства. Тысячи детей поднимаю. 48 лет. Бесплатно. Зачем бы мне это нужно было? За то, что я Слово Божие распространял. И первый в стране архипелага ГУЛАГ Солженицына меня закрыли. Я пять тюрем прошел и лагерь смерти. Я живой остался. Теперь я сотрудничаю с тюрьмой. Помогаю заключенным встать на ноги. Следователь мой обратился. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Как сегодня говорят, тысячи преступников стали на истинный путь. Благодаря тому, что я говорю Слово. Три радиопрограммы каждую неделю. Во всех отделах милиции вел занятия. В воинских частях заводы пабрики. Будь неверующим, у меня ничего не дает. Ладно, отец. Перестань уже. Что-то ты разошелся. Я говорю, что если бы так неверующим, у меня бы ничего не было этого. Ну, знаешь, если бы я... Хотя мне вера вообще ничего не дает. Я настолько отлично, что мне пофигу. И все, что вокруг меня находится... Ну, понимаете, вот вы неверующий. Этого добился я. Неверующий человек. Без помощи кого-либо добился сам. Вы тело свое не можете любить. Тело. Потому что гробите табаком, наркотиками, выпивкой. Верующий этого не делает. Да, с наколками разными. Это нельзя. Наколки не делать. Писание, говорит Библия. И у нас ни одного с наколками нету. А что-то я не помню тот самый в Библии про татуировки. Ай, послал. И третья книга Моисеева. Тора Левит пишет. Не делай надрезов и письмен на теле твоем. Потому что мы храм Божий. А храм Божий. Архитектор Бог. Я его не могу выправлять, брить бороду. Это ты так это интерпретируешь. Это ты так думаешь. Если это мой храм. Вот это вот все. Божий храм. Божий. Божий. Не мой. Я в этом храме живу душой моею. А как ты думаешь, а где Бог находится? Разве не на самих? Вон написано. Господь наполняет все с собою. На татуировке тоже написано. А там дрова лежат. Знаете, учителю Пушкина был Державин Гаврил Романович. Где сейчас Пушкина, а где я? Я хочу вам ответить на ваш вопрос. Учитель Александра Сергеевича Пушкина Державин Гаврил Романович. И он пишет, о да бог. О да бог. Она не имеет равных смех. Ну, стихотворение большое. О да. С собой все наполняет. Созиждет. До бесконечности, пока, кажется, Алексей, вообще не закончится в мире. Но дело в том, что вы меня не переубедите. Конечно, нет. Я все равно буду застаивать на своем, вы на своем. И этот неолог, это просто бесполезная трата времени. Знаете... Поэтому извините. Так, ну ладно, давайте простимся. Вас как звать-то? Владислав. Владислав. У вас имя славянское «Владеть славою». Но слава без бога не бывает. Без бога только позор. Все бывает. Табак отнимает 12 лет жизни. Ну как это храм божий так губить? Я уже должен был помирить, наверное. Редактор субтитров.